Сижу на автостанции. Автобус задерживается. На улице ужасная непогода. Мокрый снег, сильный ветер и небольшой гололед. Автобус, который я жду, застрял где-то на пути к городу. Когда прибудет, никто не знает. Хорошо, что можно подождать его в такую непогоду в мягком кресле автовокзала. Напротив пожилая женщина с маленькой девочкой. Видимо, ждут тот же самый автобус. Я поинтересовалась у нее. Да, действительно, они тоже ждут этот рейс. Разговорились. Женщину зовут Римма. Едет она с маленькой внучкой лет трех Аленкой. Малышка никак не хотела спокойно сидеть на руках. Все время и гозила. И когда бабушка уже выбилась из сил, то достала из сумки книжку русские народные сказки. Сказала, без нее никак. Аленка сразу присмирела, забралась Римме на колени и потребовала. Читай сказку про яичку и пташка. Про лисичку и петушка, улыбаясь, перевела женщина. Римма читала с выражением на разные голоса, прямо как заправская актриса. Я даже сделала ей комплимент. Она засмущалась и начала оправдываться. Да я уже не знаю, как забавлять этого ребенка. Мы давно в дороге. Она совсем устала, а уснуть никак не может. Вот и капризничает. Пожаловалась Римма. Давай, Аленка, я тебе сказку про лису и петушка расскажу. Только не такую, как в книжке, а совсем другую, предложила я девочке. Вот в сказках всегда написано, что лиса хитрая, с петушком не дружит и всегда за ним охотится. Правда? Вот в моем детстве была совсем другая лиса, неправильная, начала я свой рассказ. А как это неправильная? Сломанная, что ли? Искренне удивилась Аленка. Очень может быть, задумчиво ответила я. И я погрузилась в воспоминания своего детства. Нас у родителей было трое. Три сестры, с небольшой разницей в возрасте, Рая, Тая и я. Жили мы в деревне в большом доме, с огородом, садом и многочисленным хозяйством. Как-то раз летом над нашим домом летела ворона, и вдруг она что-то уронила вниз. Мы с сестрами, сломя голову, побежали посмотреть, что это было. Неожиданная находка оказалась маленьким цыпленком. Пушистый желтый комочек с совершенно голой шеей. Кто у него на шейке весь пух выщипал, оказалось загадкой. У кого-то со двора стащило, наверное, сказала мама про ворону. За этими воровками только глаз да глаз. Так у нас появился петушок, появилась наша живая игрушка. Мы взяли над ним шефство, кормили, поили, охраняли от котов. Самым любимым лакомством для петушка неожиданно стали тараканы. Дом у нас был на двух хозяев, в те времена часто такое практиковалось. В одиночку дом было трудно построить, времена были тяжелые. Вот и строили в складчину. Соседи наши выпивать стали и были, скажем так, не очень чистоплотные, сплошное Федорина горе. Посуда немытая, в кастрюлях заплесневелые остатки еды, пищевые отходы, которые неделями никто не выносил. Вот и расплодилось у них тараканье войско, которое начало потихоньку завоевывать новые территории. И если раньше они забегали к нам в летнюю кухню, то теперь после появления во дворе петуха их не было ни одного. А мы еще вдобавок с хлопушками в руках добывали их для него даже на улице. Чего не сделаешь ради любимца. Рос этот петушок вопреки всему, вырос из него огромный петух-забияка, который стал кидаться на каждого, кто забредал в его курятник. Мы его прозвали Султаном, уж больно гордый вид был у него. Ну невозможно было пройти по двору без прута. Набрасывался без предупреждения. И почему-то он нас с сестрами не очень жаловал, хотя мы его с детства кормили. Вот какой неблагодарный оказался. А мы, детишки, все время подбирали и выхаживали всякую покалеченную живность. Без крылых бабочек, кузнечиков без лапок. Правда, не всегда удавалось им помочь, но мы старались изо всех сил. Потом мои сестренки во взрослой жизни стали врачами. С малолетства привыкли творить добро. Это все от отца к нам передалось. Он был очень чутким и милосердным человеком. Отец все свободное время проводил в лесу, особенно в выходные дни. Любил он лес, вырос в нем, каждую травинку знал, каждый кустик. Все из даров лесных нам приносил. Весной сок березовый, летом ягоды и грибы, осенью шишки и орехи. Только вот охотником он никогда не был. Любил и жалел животных, никогда ни на кого руки не поднял. И вот он однажды принес из леса за пазухой маленького лисенка, совсем кроху. Мы сразу даже не поняли, что это лис. Он больше на маленького замызганного щенка был похож. Он был запуганный и очень истощенный. Видимо, давно скитался по лесу один. Он был еще не такой взрослый, чтобы защищать свою жизнь и добывать себе пищу. Скорее всего, охотники убили его мать и разорили нору. А этому малышу как-то удалось уцелеть. Это естественный отбор, виновата, пояснил нам папа. Но лисенок быстро привык и освоился в нашем доме. Это оказалась самочка, и мы назвали ее Люсей. Ох же и шустрая-то оказалась девочка. Она постоянно сбегала из дома во двор, а главное ее манил наш старый курятник. Видимо, ее очень будоражили запахи, идущие оттуда. Хотя кормили мы ее досыто, поэтому местных куриц она за еду не считала. Так развлечения да и только. Погоняться за ними по двору. Территория курятника была очень хорошо огорожена. И лиса делала постоянные подкопы под ограждение и всеми возможными путями проникала в курятник. Однажды она накликала для себя беду. Несколько куриц, те, что покрупнее по бойчея, обступили ее и стали клевать. Куры они вообще такие, могут до крови расклевать своих сородичей, особенно слабых или больных. А тут их оказалась целая сплоченная компания, почему бы не задать трепку обнаглевшей лисице и не проучить ее навсегда. Зверек уворачивался от острых клювов, прятал голову и звонко тявкал на своих мучительниц. Не знаю, чем бы все закончилось, но тут неожиданно для всех за Люську вступился петух. Он повел себя очень странно, быстро приструнил своих подружек, разогнал обнаглевшую компанию и остался рядом с лисой. Больше Люсю куры никогда не трогали. Вот так и подружилась лиса с петухом. Не веришь, кнопка, и я погладила Аленку по голове. А что дальше было, расскажите, взмолилась девочка. Ну так вот, у султана с Люськой завязалась по-настоящему крепкая дружба. Лиса постоянно наведывалась в курятник, и они с петушком часто сидели рядом, прижавшись друг к другу. И надо сказать, что эта дружба длилась несколько лет, пока у нас жила Люся. Зимой она грела султана своим теплом. Куры по-прежнему обходили ее стороной. Из маленького тощего заморыша она выросла в настоящую лесную красавицу, прямо как в сказке из твоей книжки. Сперва мы думали, что она обвыкнется и уйдет в лес, но она решила все по-своему. Людей она любила и ластилась к нам как кошка, и никуда за пределы двора не уходила. Я посмотрела на Аленку. Под мою монотонную речь девчушка сладко уснула на коленках у бабушки. А что же дальше, поинтересовалась Римма, чем закончилась ваша сказка? Да не хотела я при девочке рассказывать, чтобы не тревожить малышку. Как-то зимой волки повадились совершать набеги на нашу деревню. Вот тогда они из курятника всех курочек и петушка нашего любимого утащили. Он громко кричал, пытался спасти свою семью, но как ему было с волками справиться? После этого случая совсем затасковала лиса. Люська еще около недели жила в пустом курятнике. Она приходила, и долго лежала на том месте, где они обычно с петухом грелись зимними ночами, а потом ушла в лес. Сперва пару раз еще приходила к курятнику, все его ждала, но затем и вовсе пропала. Папа рассказывал, что видел ее летом, встретил в лесу у норы. С ней были подросшие лисята. Она подошла к папе, принюхалась, а потом стала ластиться, как дворовая собачка. Легла на траву и подставила ему свой белый меховой живот. Признала, значит, вспомнила. Вот такая история. Через несколько минут объявили посадку на наш автобус. Я помогла донести Римме вещи, пока она на руках несла спящую Аленку. Мы еще три часа вместе ехали на автобусе и на прощание обменялись телефонами в надежде на дальнейшее общение. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!